Сегодня тоже много такой информации, концентрированной. Поэтому слушайте внимательно, задавайте вопросы. Это по технологиям уже сегодняшнего дня. Что, как и почему цифровые технологии используются. Поэтому будем интенсивно работать, чтобы успеть все это озвучить. Значит, товарищи, мы с вами остановились, добрались до сегодняшнего дня. И вот, что тут надо рассмотреть, какие вопросы. Вы видите, что везде и всюду фактически используются цифровые технологии. Но это произошло буквально последние 10-20 лет. Значит, до этого все было немножко не так. То есть, например, товарищи, вот такие традиционные области, как, допустим, звукозапись. 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 Так, виноват. Как-то я пропустил. Звукозапись и звуковоспроизведение. Значит, они, товарищи, были аналоговые. Аналоговые. И что это были? Ну, это А. Или граммпластинки. Граммпластинки. Вот. Либо второе. Запись на магнитной ленте. Да. Магнитофоны. Магнитофоны. Значит, вот. Так было, значит, достаточно продолжительное время. То есть, лет 60 или 80, товарищи, вот. В области звукозаписи. Вот такие были технологии. Граммпластинки. Ну, времен Эдисона, когда он на воск записывал, конечно, они давно прошли. Но виниловые пластинки и магнитная запись. Это вот либо бобины, либо кассеты, как в конце это совершенствовалось. Значит, вот так происходила звукозапись воспроизведения. Значит, второе. Телевидение. Телевидение тоже было аналоговым. Аналоговым. Ну, об этом мы чуть позже говорим. Третье, например. Телефония. Телефония. То же самое. Она была, товарищи, проводная. Проводная. То есть, вот. У вас трубка. Соответственно, динамик, микрофон. Эти провода дотягивались до АТС. АТС коммутировала эти провода, когда вы набираете номер. Усиливала эти сигналы, если они там слабые были. Вот. И вы общались с абонентом по проводам. И вот так это все было. Ну, и параллельно, вот, соответственно, развивалась что? Цифровая техника. То есть, ЭВМ. Это электронно-высилительные машины. Ну, так они тогда назывались. Это такие большие сооружения. Для чего? Для, в первую очередь, быстрых математических расчетов. И уже начали появляться персональные компьютеры. Вот. Значит, это, соответственно, товарищи, все было аналоговая техника. Вот. Аналоговая техника. И, как говорится, ничто не предвещало для нее беды. Тем не менее, в определенный момент времени начался переход, перевод вот этих всех аналоговых технологий в цифровой формат. Да, да, в цифровой формат. Ну, тем, которым вы сейчас пользуетесь. Значит, вопрос, товарищи, как вы думаете, почему произошел вот этот переход? Ну, казалось бы, все и так работало. В принципе, и качественные показатели были достаточно такие, убедительные, да? Вот. И проще это. То есть цифровая техника поначалу, товарищи, ну, как, она на порядок сложнее и поначалу на порядок на два дороже. Вот. Но, тем не менее, вот эти области, значит, практически полностью сейчас переведены на цифровой формат, вещание и так далее. Поэтому, как вы думаете, почему? Ну, может, потому что это, так сказать, один формат. То есть, если у нас идет аналоговый сигнал, то он может быть любым, а цифровой, он всегда одинаковый. И, думаю, те, что, взагалі, материальная база цифровых проборьев набагато меньше и компактнейше. Это достаточно удобно. Ну, частково так, але, соответственно, питание залишается. Ну, когда передается аналоговый сигнал, велика вероятность потерь, которые могут случиться во время передачи. А цифровой, вроде как, он более стойкий, так сказать, обеспечивает более передачу без всяких, как по-русски будет слово, спотворень. Ну, в общем, спотворень, да, ну, вильно, украинскую, российскую, будь-якую, відповідайте, як вам зручно. Да мне неудобно на суржике говорить, но мне больше, в общем, без спотворень, да, извините, искажение. Спотворень, да, пошкоджень, ушкоджень, спотворень, змін и таке інше. Так, це таки правильно відповідь, друга більше така полна, тому хто це відповідав, я відповідь. Амина Муртазіна, ФБ-82. Так, да, ваше вактивність, ви її підсилюєте. Значит, действительно, товарищи, вот, несмотря на то, что, да, вот аналоговые методы, да, широко использовались, независимо от того, в какой области, есть один большой общий недостаток, недолик. Значит, товарищи, каждый акт, вот, передачи, приема, хранения, обработки аналогового сигнала, так, я тут просто пытаюсь и чат смотреть, но он немножко, да, не в тему. Значит, каждый акт сопровождается, товарищи, необратимым ухудшением качества, необратимым ухудшением качества. Почему? Ну, помимо линейных искажений, которые могут быть, то есть изменение амплитудно-частотной характеристики какого-то тракта, значит, изменение там амплитуды и так далее, с этим еще можно как-то бороться. Но есть такое явление неприятное, как шумы, шумы, вот, которые только прибавляются. И поэтому, значит, вот, с каждой операцией, записи, перезаписи, передачи, приема и так далее, вот, шумы только прибавляются. И поэтому, вот, качество на каком-то уже шаге начинает существенно ухудшаться, страдать. Вот, и с этим, кажется, ничего не сделаешь. Поэтому, ну, вы не застали тех времен, вот, например, в рамках товарищей звукозаписи, да, значит, источником качественного сигнала были грампластинки. Причем новые, как говорили, незапиленные, когда вот свежая виниловая пластинка, с него можно было сделать, если качественный, значит, проигрыватель, можно было сделать качественную магнитную запись. А дальше, товарищи, удобно с магнитофона на магнитофон, перезаписываешь, перезаписываешь. Ну, каждый раз оно все хуже, 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 а ЧХ там, несовпадение, значит, у одного взял на своем, проигрываешь какие-то аналоговые настройки немного разные. Вот, и в итоге, значит, особенно вот, ну, советская музыка еще так, более-менее, а вот импортная пока дойдет. Там уже, товарищи, такие копии, что, ну, музыку-то узнать можно, но никакого удовольствия, да, получить было нельзя. Ну, и все. Поэтому вот, была даже отдельная такая услуга, мастер-копия, когда за деньги владельцы грампластинок могли записать вот первую мастер-копию, запись, ну, мастер-копия, на самом деле, студийное понятие. Ну, вот, такую, более-менее качественную, как говорится, первую копию снять, вот. Вот. Но эта услуга была платная, поскольку грампластинки тогда стоили, ну, если советские, там, 3-5 гривен, ну, так, приемлемо, то импортные начинались от 100 рублей. Да, то есть, это месячная зарплата, такая, начального уровня, то есть, недоступны были. Вот. Поэтому вот так это было. Значит, поэтому вот в цифровой технике, вот это правильно было отмечено в первом вопросе, что, значит, у нас данные, они унифицированы в каком-то смысле, хотя очень и очень разные технологии там используются, мы об этом как раз и будем говорить, вот, но там уже эта проблема отпадает. То есть, мы наши данные всегда можем снабдить контрольной суммой и контролировать, соответственно, в процессе опять передачи хранения происходит у нас какая-то, значит, потеря данных или повреждения или нет. И, соответственно, корректировать, да, то есть, есть корректирующие коды, как раз вот там, Бесалов вам, по идее, должен рассказывать, да, которые позволяют вот эти одиночные ошибки корректировать, и поэтому мы можем, корректировать, бесконечное число раз, ну, там, десятки, сотни раз, тысячи передавать, перезаписывать эти цифровые файлы, и там тысячная копия ничем не отличается от исходной. Поэтому везде и всюду, вот, даже, вы знаете, там, и книги, библиотеки там и прочее тоже переводят бумагой, желтеет, ухудшается, значит, если вы сделали там скриншоты, снимки, перевели это в электронный вид хранения, то тут уже, кажется, время невластно, эти файлы у нас уже храним без каких-либо проблем. Поэтому, вот еще раз, несмотря на то, что это сложнее и дороже, тем не менее, вот, за последние 20-25 лет, значит, ну, по крайней мере, вот эти области все уже в цифровом формате находятся. Значит, поэтому это и тема, вот, сегодняшнего занятия, да, собственно, почему это стало возможно и как это происходит. Поэтому, значит, вот вначале немного теории и, соответственно, чтобы вы знали основы товарищей и не подпадали под всякие там ошибочные суждения, трактовки и так далее, а понимали, в чем дело. Значит, вот, товарищи, берем для начала наш исходный аналоговый сигнал. Это напряжение, время и что такое аналоговый сигнал? Ну, какая-то вот так, любой сигнал такой формы, чем он характеризуется, товарищи? Значит, в любой момент времени может принимать любое значение, то есть нет никаких формальных ограничений. Время непрерывно, амплитуда любая. Вот вам и аналоговый сигнал во всей красоте. И теперь вот давайте, корица, разбираться. Представьте себе, что мы хотим этот аналоговый сигнал, значит, ну, он как существует? Либо это там электрический сигнал с микрофона, да, либо это с той же громпластинки воспроизводится. Там нарезается дорожка, следуя по которой игла, соответственно, колеблется. На второй стороне этой иглы находится магнитик маленький, который наводит ЭДС в катушках. Вот электронный звукосниматель, да. Либо магнитная лента, соответственно, магнитная головка, она вот записывается, сдает намагниченность в магнитном слое. Либо при воспроизведении, соответственно, реагирует на эту остаточную намагниченность и появляется, опять наводится ЭДС. Вот. Ну, как бы, вот так это существовало. А теперь, как это оцифровать? Значит, мы должны вот этот наш аналоговый сигнал каким-то образом описать набором цифр, да, фактически. Ну, в частном случае, бинарными, то есть, описать нулями и единицами. Вот. Ну, и на первый взгляд, товарищи, это как-то не очень понятно, как сделать. То есть, вот мы, допустим, берем какой-то один отсчет, второй отсчет, между ними дельта Т. Значит, поскольку мы должны, кажется, стремимся без искажений максимально точно писать сигнал, то дельта Т у нас к чему? Должно стремиться к нулю. Вот. Поэтому отсюда что следует? Что у нас появляется, товарищи, ну, число, да, наших отчетов стремится к бесконечности. То есть, бесконечное число чисел. Вот. И поскольку на амплитуду тоже нет никаких ограничений, товарищи, то у них фактически бесконечная разрядность, да, потому что какой угодно сигнал может быть, если точно описывать, то там 8, 10, 30 знаков, как говорится, никто же это не запрещает. Поэтому получается такая парадоксальная ситуация, если так, в лоб, что для того, чтобы описывать наш сигнал в цифровом виде, нам надо бесконечное число чисел, бесконечной разрядности. Ну, и, кажется, и что нам с этими бесконечностями делать? Где их хранить, как передавать и как с этим быть? Вот. Ну, тем не менее, значит, давайте вот последовательно разберемся, как это можно все-таки преодолеть и реализовать, и, соответственно, насколько это все корректно. Значит, первое, что мы можем вести, товарищи, это сделать сигнал квантованный. То есть у нас, значит, амплитуда сигнала уже может быть не любой, а принимать одно из разрешенных значений. Ну, допустим, вот при описании амплитуды мы используем, товарищи, допустим, ну, 10-разрядное бинарное число. В этом случае 2 в 10-й, подскажите мне, это сколько у нас? 1024, нет? 1024, правильно. Значит, вот 2 в 10-й, 1024. То есть, фактически, вот 10-разрядным числом мы можем описать, товарищи, ввести, ну, я округляю, тысячу уровней. Ну, я их, конечно, не нарисую, но идея понятна. Значит, вот у нас не любые значения, а только разрешенные. Поэтому сигнал уже будет иметь вид вот такой ступенчатый, да, какой-то, значит, не любое значение, а, ну, я так пытаюсь повторить предыдущую копию, значит, сигнала и вниз, да. Вот разрешенные значения. Значит, что при этом получается, значит, ну, принципиально, значит, вот у нас есть 2 каких-то соседних уровня разрешенных и аналоговый сигнал, да. И вот в этот момент времени худший случай это какой? Когда реальная амплитуда аналогового сигнала вот не совпадает и находится посередине этих двух уровней разрешенных квантованных. Поэтому мы его вынуждены округлить в плюс или минус. И вот эта ошибка, товарищи, равна фактически половине, да, ну, самый неудачный расклад дельта пополам. Ну, дельта это вот, соответственно, наш вот этот шажок. Поэтому, ну, так вот, если грубо оценить, то если у нас тысячу этих разрешенных состояний уровней, то фактически уровень искажений какой у нас? Одна тысячная, ну, так, это примерно 0,1%. Ну, это вот шаг по амплитуде, ну, поделить пополам, значит, это вот те искажения амплитуды, которые мы закладываем тем, что у нас число конечной разрядности. Поэтому, что такое 10, товарищи? Это вот, значит, у нас 10 числовая последовательность, 10 нулей и единиц произвольных, которые, значит, описывают нам амплитуду сигнала. Поэтому принципиально, товарищи, как только мы вводим квантование по уровню, у нас появляется вот ошибка какая-то, да, вот. Но, ну, как бы это очевидно, что мы можем сделать, чтобы уменьшить эту ошибку? Увеличивать разрядность вот этого бинарного числа. Вот 10, значит, 0,1%. Значит, на практике, товарищи, N может быть и 20. Тогда, ну, как понятно, 2 в 20 степени это, ну, я округляю, миллион, миллион. И, конечно, интуитивно понятно, что это очень высокая точность. Миллион далеко не всегда она нужна. Хотя иногда ее недостаточно. Так вот, но в любом случае, что тут есть нюанс? На самом деле, товарищи, у нас аналоговый сигнал имеет всегда некоторый уровень шумов собственных. То есть он такой не идеальный, да, что вот только полезный сигнал и все. Какой-то уровень шума в нем всегда присутствует. И вот мы в пределе всегда можем поднять разрядность этого числа до такого уровня, чтобы вот эта ошибка была меньше уровня шумов. Уровня шумов. Вот. И тогда имеем право сказать, что вот, да, мы амплитуду описываем дискретно. Дискретно, дискретно, но никакого отличия от оригинала нет, потому что погрешность нашей оцифровки, кажется, меньше уровня шумов, которые естественным образом присутствуют в любом аналоговом сигнале. Поэтому таким образом мы можем уйти, товарищи, от бесконечной разрядности чисел, которая, вот если мы абстрактно сигнал рассматриваем, вот функцию, да, вот это у нас слева, это у нас математика, а здесь у нас реальная жизнь, да. То есть при математической постановке, когда у нас сигнал в чистом виде и любое значение может принимать, тут, как говорится, надо бесконечная разрядность. В реальной жизни, когда у нас этот аналоговый сигнал, а не просто абстрактная математическая функция, там будут шумы. И если мы вот этот шаг квантования, ступеньку эту сделаем такой маленькой, что она будет меньше уровня шумов, то вот, кажется, вполне корректное преобразование. Это что касается амплитуды. Значит, это понятно, товарищи, да, что у нас как тут, зачем это квантование и какие тут показатели, собственно, качества. И второй момент, значит, вот, что нам делать со временем, товарищи, значит, вот у нас есть опять наш сигнал, ну, я так рисую, значит, вот, и опять, значит, мы должны или можем брать отсчеты с определенным шагом по времени, значит, вот. Вот, соответственно, период отчетов, и мы фактически знаем амплитуду нашего сигнала не везде, а только вот в определенные моменты времени. Значит, вот, казалось бы, товарищи, есть определенный шаг дельта-т по времени, и если мы хотим тоже без искажений и так далее описывать наш сигнал, то, казалось бы, нам надо поступать так, как и с квантованием, то есть уменьшать этот шаг по времени, но тут время, товарищи, непрерывное, и поэтому нет какого-то там такого предела, меньше которого, значит, шага не может быть. Ну, на самом деле есть планковское время, но такое там 10-35, которое, значит, тоже нас не спасает. Поэтому, на первый взгляд, вот эта акцедура, она, как говорится, потенциально тоже проблемная. Вот. И как тут быть? На самом деле, значит, вот в 30-е годы прошлого столетия, товарищи, была, как говорится, доказана, разработана теорема. Ну, если кто-то знает, то подсказывайте, да, чьим именем она названа, которая позволяет, товарищи, вот дискретизировать сигнал по времени, вот, и восстанавливать из дискретного сигнала исходный аналоговый при определенных условиях. Как вы думаете, на что я намекаю, или как эта теорема называется? Теорема Котельникова? Да, кто правильно ответил? Таран, 82. Так, 82, еще раз кто? Таран. Таран, чудово, да, вот подключились активно наши девушки сегодня. Действительно, товарищи, Теорема Котельникова, значит, что это... Так, я тут немножко... Продолжение следует...